Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовое сие принять, И от восторга засиять. 26 января, день Ермила, назван честь святых мучеников, Ермила и Стротоника. Ермила был диаконом во время гонений на христиан. Его выдали, подвергли лютым мучениям, которые он стойко выдержал. Ангел, посланный Господом, укреплял и наставлял, Чтобы он был мужествен. А за страдания получишь Пресвятой венец свыше. Сторожем мученик был Стротоник, Тайный христианин и друг Ермила. Видя страдания мученика, он решился сам пойти на них И получил венец свыше. Простой народ сегодня отмечал Ереминь день. Это произношение ближе русскому народу. Обычно в это время были сильные морозы. Народ сидел дома, оберегая себя от болезней, Холода, то есть простуды и болезней суставов. Даже была такая поговорка. Кто лежит на Ерему на печи, болеть не будет. Кто на улицу выйдет, лихорадку встретит. Поэтому крестьяне сегодня не работали, а грелись на печи. А чтобы не скучно было, развлекали друг друга шутками и прибаутками. Наблюдали за животными, особенно кошками. Приметы. Если кошка свернулась в клубок, это к морозу. Если скребет стену или пол, это к метели. Если подтягивается и спокойно, это к потеплению. Место, где лежала кошка, наделено особыми свойствами, которые помогают бороться с усталостью и болезнями. Поэтому сегодня больного человека сажали на место, где любила лежать кошка, чтобы он выздоровел. Чтобы маленький ребенок хорошо спал, нужно посадить к нему в кроватку кошку. А после этого класть ребенка спать. Теперь ребенок весь год будет хорошо спать. Кто сегодня уснет рядом с кошкой, тот может ума лишиться. Если под окном щебечет синица, это крайне весне. Что? Мы используем крахмал. На самом деле, во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар. И это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, мы с вами можем для этого приготовить майонез. Соус? Да. Ну, если только быстро. Быстро? Очень быстро, да. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать. Если хотите кислый, можем кислый. А если хотим соленый? Если хотите соленый, значит, тогда надо добавить морскую капусточку. Итак, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку, которую с вами будем смешивать. Лимонный сок. И мы с вами сделаем сладкий. Вот так. Раз, 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 выдавили. Выдавили. Теперь сюда добавляем мед. Это особенно полезно для детей. Ну, знаете, есть такие сладкоежки, вот. Угу. Немного? Немного, отлично. Так, давайте помешаем. Давайте помешаем. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой? Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого, чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как мы добавляем чеснока. Ну, давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и все. Давайте немножечко, да, вариант лимоном. К ним можем добавить немножечко маслица, если желаете. Ну, давайте уж тогда и без маслица. Хорошо. Без маслица. Оздоровительное во время поста давайте только красиво, красиво. Вот это уберем. Геннадь Петрович, давайте расстелим праздничные наши салфетки. Давайте. И произнеся короткую, честную, искреннюю молитву, давайте я уберу, а вы приступим. Приступим, попробуем наш салат. Это вам, это мне. И смотрите, вилка-то упала точно. К нам присоединились. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает, точно так же, как и вы, угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат. Помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время поста. И поэтому будете уже осознанно его использовать для своего собственного оздоровления. Поэтому будете осознанно использовать его для своего собственного оздоровления. И так, господи, спасибо за пищу, которую ты нам посылаешь. Приятного аппетита! Приятного! Пахнет вкусно!